Пусть это верно, я хочу доказать, что однородно. Ну, так давайте просто посмотрим на такую функцию. Значит, g от t равняется t в степени альфа, минус альфа, значит, f от tx. Вот такую функцию, и давайте ее продифференцируем. Сейчас, нет, погодите. Нет, правильно, продифференцируем вот так вот. Значит, их фиксируем. Так. Это и... Что? Мы доказываем, что если вот это вот, тогда вот такое равенство. Значит, для этого возьмем частное t в степени минус альфа на f от tx и продифференцируем по t. Значит, вот первое слагаемое выписал, а второе слагаемое будет плюс t в степени минус альфа. Значит, здесь, когда я дифференцирую по t, то получается как раз градиент f от tx на x. Вот такая вот штука, да? Вот, ну и теперь, что же? Вот здесь мы давайте воспользуемся стоим тужеством. Значит, как мы им воспользуемся? Напишем так, что это равняется минус альфа t в степени альфа минус 1 f от tx плюс t в степени минус альфа минус 1, а здесь вот напишем градиент f от tx умножить на tx. Значит, я здесь умножил на t и здесь его поделил. Вот, а про эту вещь нам известно вот это вот равенство. Оно же для всех x верно, правильно? Оно же для всех x верно. Да, поэтому вот эта штука, эта штука, это просто альфа на f от tx. Вот это вот скалерное произведение. Но мы видим, что получается 0. Значит, здесь стоит минус нечто, а тут стоит плюс то же самое. Альфа f от tx на вот это вот, значит, равняется 0. Нулю, да? Вот, и тем самым, что получается? Значит, производная этой вещи по t равна нулю. Тем самым, t в степени минус альфа f от tx постоянно по t при каждом фиксированном x. Вот, ну и давайте что-нибудь поставим туда. При термом единицы получается f от x, да? f от x, значит, раз она постоянно, она всюду равна f от x, ну и все. И получается то самое равенство, которое мы хотели доказывать. Вот. Так что вот теория Мейлера, значит, как вы видите, довольно простая, значит, но вот, опять же, в некотором смысле она по заказу читается, потому что я не уверен, что в курсе анализа где-нибудь мы будем ей пользоваться. Так что-то я не вижу впереди. Вот. А матфизики пользуются. Так, хорошо. Значит, я стираю. Теперь вот еще некое замечание. Оно, собственно, к тому, что я доказал на прошлой лекции про предел дифференцированных функций в общем виде. Оно не имеет большого отношения, потому что речь идет о последовательности. На самом деле. И про последовательности мы все знаем из первого семестра. Вот. Так что хотите, применяйте теорему общую о пределе дифференцированных функций. Хотите теорему с первого семестра. Вот. Но просто вот такое замечание. Пусть имеются какие-то функции fn на некотором открытом множестве, но функции не функции. Может быть, функция, может быть, отображение в Rm. Значит, а g у нас входит в Rn и открыто. Вот. Но еще имеется такая функция f, которая также действует. То есть все они действуют так. И давайте предположим, например... Тут можно и более общие вещи говорить про старшие производные. Давайте предположим, что все fn непрерывно дифференцируемы в G. и fn сходится к f поточечной. Как бы это сказать? Ну, вот эти функции fn, видите, значит, они у меня вектор функции. Значит, у них есть координатные функции. Давайте их как-нибудь обозначим. fn, y, скажем, да. И у этих координатных функций имеется частная производная. Это n, вдруг это не то Rn. Это не то Rn, да. Значит, тогда оно вот сейчас... Вот тут будет Rd, вот будет вот так вот. Значит, у них есть частная производная еще первая. Значит, d по dx, kt. Вот эти функции, пускай сходятся равномерно при n-стримещественной бесконечности во все области G к некоторым функциям φj, kt. Вот так вот. Ну, тогда, значит, что? Тогда f дифференцируемо в G, значит, матрица якобы составлена из функций φj, kt. Вот этих самых, к которым сходится производная. Вот. Ну и что еще? И, значит, дифференциал... Дифференциалы... Этих самых отображений... Сходятся по операторной норме, например, к нулю. Преастующееся к бесконечности. Сейчас... Да. Вот так вот. Значит, вот такое утверждение, значит, такое замечание. Ну, собственно говоря, следует оно аж из той теоремы про сходимость дифференцируемых функций, которую мы доказали в прошлом семестре. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот все fn непрерывно дифференцируемые, стало быть, все вот эти вот производные частные непрерывные. Стало быть, они там куда-то сходятся равномерно во все области g, во всем множестве g. Значит, то, к чему сходятся, тоже непрерывные функции. Вот. Теперь, если мы фиксируем все переменные кроме одной и применяем ту самую теорему одномерную про функции на отрезке, которую в прошлом семестре доказали, то мы видим, что функция f, оказывается, у нее есть все частные производные, и они совпадают с этим самым f, оказывается, понятно. Поскольку все частные производные у нее непрерывные, это функция f, оказывается, значит, она дифференцируема тем самым. Раз все частные производные существуют, а они непрерывные, она дифференцируема. Вот. Ну, она дифференцируема, матрица векобе такая, потому что это есть частные производные, но дифференциалы стремятся тоже, понятно почему, потому что стремятся покомпонентно. Так что тут вот можно вот так переходить к пределу, значит, если имеется равномерная сходимость частных производных, то так, тут неправильно. У меня лекция. Неправильно положил телефон в этот карман, наверное, там наводка. Так, значит, вот это небольшое дополнение к тому, что было на прошлой лекции. Ну и теперь, после этого дополнения, давайте обсудим еще один аспект этой науки, который, в существо, нам понадобится не так скоро, но вот полезно, значит, уже сейчас. Значит, это вот так называемое дифференцирование по комплексному переменному. Или, значит, если правильно говорить, называется голоморфные функции. Голоморфные в оригинале через H пишется, значит, и означает это что-то такое целлоформное. Вот, то есть такие, которые по кусочку восстанавливают всю функцию, значит, там. Так, ну, неважно, потом увидим почему. Комплексное. Комплексное. Нет, не отличаюсь, но теорему. Не отличаются, но теорема, которую сейчас мы не докажем, потому что там... Но дифференцируемая комплекция именно то же такое. Пусть у нас имеется какая-то функция f на комплексной плоскости, точнее, на комплексной плоскости, а, опять же, на множестве же комплексной плоскости с комплексными значениями. В принципе, мы можем составить для нее разносные отношения. На комплексные числа можно делить, можно написать какую-то такую штуку. f от z минус f от z0 поделить на z минус z0. И можем спросить, а не существует ли предел этой штуки при z стремяющейся к z0. Значит, если вот это стремится к некоторому числу c при z стремяющейся к z0, то говорят, что f дифференцируема по комплексному переменному в точке z0. Или, значит, еще говорят, что на голоморфном в точке z0. Или на голоморфном в точке z0. Так, теперь мы с вами знаем много разных дифференцирований. И вот желательно бы посмотреть, как вот такая дифференцированность связана с тем, что мы знаем. Ну, во-первых, тут понятно, что это можно так записать. Вот это соотношение можно записать так, что f от z минус f от z0 делить на z минус z0 равняется c плюс o маленькой от единицы, да, в комплексной области. Значит, нечто стремящееся к нулю. Ну, или то же самое, f от z минус f от z0 равняется c на z минус z0 плюс φ от z0. От z, простите, пожалуйста, где φ от z есть o маленькое, ну, скажем, расстояние на z минус z0, вот так вот. То есть такое соотношение будет, конечно, верно. Понимается это в обычном смысле. Для всех комплексных точек c, которые там достаточно близки к z0, вот эта штука будет еще меньше, чем этот линейный член. Значит, она стремится к нулю быстрее, чем линейный член. Но это очень похоже на то, к чему мы привыкли. То есть наша функция, вот приращение функции, представляете, в виде какого-то линейной функции плюс что-то маленькое, да. И, значит, поэтому напрашивается попытаться выяснить, как все-таки это точно связано с тем, что мы делали до сих пор. А почему она должна быть связана? А дело в том, что ведь функция комплексного переменного, функция на комплексной плоскости, что же она делает? Она на комплексной плоскости, ну, и какое-то подножие отображает себя, а комплексная плоскость, она эквивалентна двумерному эпиклидовому пространству. То есть может трактовать эту функцию, как функцию на подмножество двумерного эпиклидового пространства, и отображает она тоже его двумерное эпиклидовое пространство. Вот, значит, если f от z равняется у от z плюс i, v от z, где u и v вещественные функции, значит, просто вещественная минимая часть функции f, то, получается, возникает отображение. Отображение какое? Значит, ну, давайте как-нибудь ее обозначим какого-нибудь родственного буквы, скажем, φ. На самом деле, то же самое, g vr2, которое мы с комплекцией с плоскостью отождествуем, и мы просто, значит, φ от z пусть будет x плюс y. φ от x, y пусть это будет такая пара u от x плюс i, y, v от x плюс i, y. Значит, вот такая пара функций от двух переменных. То есть вот, значит, наша комплексная функция f, комплексного переменного, отождествляется просто с отображением куска плоскости r2, плоскости r2. И вот это равенство говорит о том, что такое отображение, конечно же, будет дифференцируемо в обычном смысле, в том смысле, как мы проходили это вот только что, потому что эта разность представляется в виде некоего линейного оператора, это ведь линейный оператор от z1, z минус z0 до плюс что-то маленькое. Значит, все такие голоморфные функции, все они дифференцируемы, вот как отображение плоскости в себя. Значит, итак, всякая функция голоморфная в точке z0 дифференцируема как отображение множества g vr2 в точке z0. Вот. Да, теперь, разумеется, это число c, если этот предел существует, называют производной функции f и обозначают его обычным способом, просто пишут φ-трих от z0. Вот. Так что вот дифференциал здесь выглядит понятным образом. Дифференциал, при этом дифференциал отображения φ, φ, это, я напоминаю, отображение, которое просто соответствует функции f. Грубо говоря, она сама, только записана чуть иначе. Дифференциал функции φ в точке z0 от h это просто умножение f' от z0 умножить на h. Вот такой линейный оператор. Теперь, как этот сам линейный оператор действует? Дело в том, что не всякий линейный оператор имеет такой вид. Значит, оператор линейный, который вот такой, обладает некоторыми особыми свойствами, а именно он комплексно-линейный. Это значит, что эта линейная функция выдерживает, она однородна не только при умножении на вещественные скаляры, но и на комплексные. Значит, комплексное умножение можно вынести за знак этого самого оператора. Ну и давайте посмотрим вообще, как устроены комплексные линейные операторы. Значит, вот... вот пускай L c в c это линейная линейная функция комплексно-линейная. Но тогда, разумеется, L от z равняется L от единицы умножить на z и это равняется z на L от единицы. Вот так вот, да? И выдавать это самое L от единицы обозначим как-нибудь, скажем, через c маленькая. Вот. Равняется c z. Значит, все комплексные линейные функции имеют такой вид, где c маленькое от некоторых комплексных числа. Теперь давайте посмотрим на его вещественную минимальную часть. Вот. Тогда, значит, как этот самый оператор устроен? Вот a z у меня это x плюс y, где, значит, x и y это обычный вещественный эквивалент нашей точки. Тогда, значит, L от z это будет равно c на z равняется a плюс b и на x плюс и y равняется значит, вещественная часть штамп будет a x минус b y плюс i значит, на a y плюс b x. Вот. То есть, если в матричной форме записать этот самый оператор, то вот будет так L от x плюс i y равняется вот чему. Вот такая вот матрица возникает a минус b b а а здесь столбец x y вот так вот, да? Смотрите, пожалуйста, вот вещественная часть, она получается после умножения первой строки на этот столбец. И вот мнимая часть, ее надо во вторую столбец этого вектора записать, она получается вот умножением вот так. Вот. Таким образом. ну и обратно. Понятно, что если у меня есть линейный оператор на плоскости, который комплексно линейный, то его матрица должна быть только такой. В общем, такой вот факт получается. факт. Значит, линейный оператор A, скажем, R2 VR2 с матрицей A1,1, A1,2, A2,1, A2,2 комплексно линейный. Тогда и только тогда, когда, значит, вот A1,1 равняется A2,2 и A2,1 равняется минус A1,2. Ну, тогда и только тогда, когда матрица имеет такой вот вид. Вот. Теперь давайте возьмем просто какое-то отображение Пси из нашей области G в R2. R2 С, это значит, ну, вот так сейчас мне удобнее писать в вещественных терминах и предположим что Пси просто дифференцируем в обычном смысле вещественном в точке Z0. Значит, матрица дифференциала матрица Якобия этого самого отображения Пси значит, матрица Якобия этого самого Пси в точке Z0 это вот такое, значит, это пускай Пси опять же Пси равняется У плюс ИВ ну, или пара просто УВ УВ когда У и В это вещественные функции значит, УВ функции значит, УВ это координатные функции для Пси вот Матрица Якобия будет такая значит, ДУ по ДХ в точке Z0 значит, ДУ по ДУ в точке Z0 а тут будет ДВ по ДХ в точке Z0 и ДВ по ДУ в точке Z0 вот такая будет у меня матрица Якобия ничего я особо не написал то, к чему вы привыкли ну, а теперь спросим когда значит это отображение дифференцируемо когда оно голоморфно а когда голоморфно когда оператор с такой матрицей комплексно-линеен а что он для того чтобы он комплексно-линеен а надо, чтобы выполнялись эти соотношения надо, чтобы матрица имела такой вид вот вот чтобы эти соотношения совпадали да значит когда он комплексно-линеен получается тогда и только тогда тогда и только тогда давайте вот сейчас-то выпишу это отдельно, значит, dU по dx в точке z0 равняется dV по dy в точке z0 и dV по dx в точке z0 равняется минус dU по dy в точке z0 значит, для того, чтобы отображение вот такое вот было голомортным в точке z0 необходимой достаточно, чтобы было дифференцируемо в вещественном смысле плюс выполнялись бы вот эти вот условия значит, итак, голоморфность эквивалентна дифференцируемость в вещественном смысле плюс выполнение этих двух условий которые называются уравнениями Коши Риммана уравнения Коши Риммана значит, система дифференциальных уравнений в частных производных значит, вот в первый раз вы сталкиваетесь, может быть вот теперь как немедленное следствие получаем, что эта самая голоморфность, эта вещь довольно редкая потому что ну, вот так дифференцируемость встречается более-менее часто конечно, можно придумать функции, которые не дифференцируемы но, в общем, дифференцируемость такое свойство, которое, ну, значит, не сильно необычное да вот а здесь, поскольку кроме дифференцируемости требуется еще некое соотношение между частными и производными получается, что самые безобидные функции не будут голоморфными ну, какая? функция z с чертой, например да, вот функция, которая z переводит в z с чертой не голоморфна потому что, что она делает, она x, y переводит в x минус y ну, какие там будут частные, производные значит, первая функция у нас тождественная, значит, матрица Якоби какая будет значит, первая функция у нас будет 1, 0 а вторая функция это минус y, да, значит, 0, минус 1 ну, и вот видно, что первого уровня Яко Шеримова не выполняется, да значит, она не голоморфна вот и тут можно так для смеху немножко упражняться еще и посмотреть почему же предела не существует вот если я беру z с чертой минус z 0 с чертой и делю на z минус z 0 почему тут будет плохо, значит, ну, вот давайте z минус z 0 обозначим через w значит, это будет w с чертой поделить на w, да почему это никуда не стремится, когда w стремится к нулю ну, понятно, почему потому что, значит, w у нас вот представляется в виде r на e в степени и тета, да единственным образом и эта вещь просто будет равна r на e в степени минус и тета поделить на r, значит, на e в степени и тета вот, ну и, значит, e в степени минус 2 и тета от r не зависит и понятно, что предела в нуле нету значит, это константа, которая зависит от того какой аргумент точка w так что, вот если пытаться вычислить предел, то понятно, что он не вычислиться получит что-то такое но у него, у этого явления есть такая причина более, что ли, глубокая там, она предела уже не очень касается а касается просто вида матрицы Якоби потому что вот такая матрица Якоби не удовлетворяет Ромика Шеримана вот ну и, соответственно вещественная часть функция вещественной части z тоже не будет голоморфной мнимая часть не будет голоморфной вот ну а что же будет голоморфной функцией, значит ну что там можно про это дифференцирование сказать ну вот такая функция вот такой вот факт Такая функция f от z, она голоморфна, она сама комплексно-линейная сама по себе, поэтому она есть свой дифференциал и он комплексно-линейный, так что она голоморфна. А что еще? Тут вот есть разные вещи, которые следуют сразу из вещественной теории. Например, вот такая вещь, которая сейчас для конструирования примеров не очень годится, но просто чтобы показать, что какие-то вещи не надо совсем доказывать. Скажем, вот если имеется две функции, вот пусть имеется множество g на плоскости открытая, и имеется какое-то множество u. Еще открытое, оба открытые, и имеется две функции. Тут f, а тут, скажем, g маленькая, или h, не знаю, h, вот так вот. Все эти множества открытые, g и u. И предположим, что точка z содержится в g, f голоморфно в точке z 0, вот пусть w 0 это f от z 0 и точка и функция g голоморфна в точке z 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 0 и ее производная, равняется просто произведению производных h' от w 0 на f' от z 0. Вот такой факт имеет место. Значит, его доказывать как раз не надо совсем, потому что давайте вот разберемся, почему доказывать не надо совсем. Значит, вот как его можно понять. f и h дифференцируемы в вещественном смысле. их дифференциалы, это, соответственно, соответственно, умножение на f' от z 0 и на h' от w 0. Так? Значит, вот такие дифференциалы. Значит, суперпозиции тоже дифференцируемы в вещественном смысле. В смысле? А дифференциал, что такое дифференциал? Значит, ее дифференциал это умножение, он же равен суперпозиции двух дифференциалов. Один из них умножают вот на это вот, а потом это умножить на это. Значит, это будет умножение на f' от z 0, h' от w 0. Так? Значит, умножение на какое-то комплексное число. Раз умножение на комплексное число, это комплексный линейный оператор. Значит, раз дифференциалово-комплексное линейное, значит, суперпозиция голоморфна. Вот так вот. То есть тут вот суперпозиции, скажем, никаких вообще новостей нет, все понятно, ничего доказывать не надо. Вот. Немножко надо доказывать что-нибудь вот по произведению, например. Значит, вот есть такой вот факт, опять же. Если f1 и f2 голоморфны в точке z0, то f1 умножить на f2 произведение тоже. И производная f1, f2' в точке z0 есть, как обычно, f1' от z0, f2 от z0 на плюс f1 от z0 на f2' от z0. Значит, обычная формула для дифференцирования произведения выполняется. Вот. Ну и вот это надо доказывать как-то. Тут можно было бы, конечно, свести все к вещественным теоремам, но так не очень эффективно, потому что, ну, как-то вот комплексное умножение все-таки другая операция немножко. Она, конечно, через вещественное умножение выражается, но как-то хитро, там были бы длинные формулы, и проще всего просто повторить доказательство, значит, которое у нас было в вещественном случае. Еще доказательство такое f1 от z, f2 от z минус f1 от z0, f2 от z0 поделить на z минус z0. Как всегда, это равняется f1 от z минус f1 от z0 поделить на z минус z0, f2 от z0, плюс... f2 от z минус f2 от z0 поделить на z минус z0. Сейчас, что-то там я... Что? Нет, минусы должны быть, подождите, значит, я вот, что... Я вот это вот, это вот я, f1 от z0, f2 от z0, это я вычел, теперь я его должен добавить буду, значит... Что я вычел? f2 от z, вот так вот, во! Что неправильно, f2 от z, вот, f2 от z, а вот здесь будет f1 от z0. Ну, там прибавить и отнять что-то такое, вот вроде так все правильно, да? f1 от z, f2 от z, минус f2 от z0, f1 от z0, это есть, а то остальное сокращается, вот. Ну, и как обычно, значит, это вот стремится, это стремится к f1 штрих от z0, и это стремится к f2 от z0, потому что если функция голоморфов на какой-то точке, она там же не прерывана обычным образом, ну и так далее, значит, а это стремится к f2 от z0. Так что вот просто повторение, повторение доказательства для производного произведения дает здесь, что вот и тут все это так. Ну, в частности, получается, что, что функция z в степени n голоморфна всюду, всюду, значит, и ее производная, как в вещественном случае, значит, просто последовательный дифференцируем это получается, как вот мы делали это в вещественном случае, вот. Но стало быть, вот такие степени, стало быть, полиномы, полиномы, значит, полиномы от z с комплексными коэффициентами, тоже все голоморфны. Голоморфны во всех точках. Вот. Ну и вопрос встает, а что же кроме полиномов-то, значит. Есть, конечно, еще куча голоморфных функций, вот. Вот. Но, значит, более-менее такой вот правильный ответ, что же есть еще? А еще и степенные ряды. Вот. Ну и там в каком-то смысле кроме степенных рядов больше ничего и нету. Вот. То есть вот степенные ряды и голоморфны, в каком-то смысле другие голоморфные функции нет. Ну, это такой сложный вопрос, скользко немножко, значит, я вот так вот говорю, но это не совсем правильно. Значит, локально, по крайней мере. Локально это верно, а глобально нет. Вот. Так вот, давайте сейчас, обсудив немножко голоморфные функции, займемся степенными рядами. Значит, что такое степенной ряд? Вот. Значит, вот такая тема степенной ряды. Так. Ряд – это ряд такого вида. Сумма по n от нуля до бесконечности cn на z минус z0 в степени n. Что угодно в нулевой степени считается равным единице, в частности 0 тоже. Сейчас нет, погодите, 0, 0, 0, 0, да, единица. Единица. Вот. Так что вот в нуле нулевой член здесь равен просто c0. Ну, а остальные вот так вот, как написано. Значит, вот степенные ряды. Теперь, когда такой ряд... Да, теперь что такое? Значит, z0 здесь точекомплексной плоскости, которая называется центром. Центр ряда. Так и говорят, степенной ряд с центром точки z0. Почему этот центр, мы поймем скоро. Действительно, центр в каком-то смысле. Вот. z это тоже точка комплексной плоскости. Ну и cn комплексные числа. Значит, вот эмоционально нужно так на это смотреть. У нас z0 фиксировано, cn тоже. А z может как-то меняться. И вот желательно этот ряд рассмотреть как функцию от z. Но, разумеется, он может расходиться всюду. Там есть одна точка, где он всегда сходится. Это какая точка? z0 сама. При затравлении z0 он всегда сходится. А вообще говоря, он может больше нигде не сходиться. Ну а если где-то сходится, то он задает какую-то функцию от z. И вот на него обычно смотрят как на эту функцию. Значит, вот давайте поймем для начала... Так, а мне пора делать перерыв, да? Значит, где степенные ряды сходятся? После перерыва мы поймем, где они сходятся. Для того, чтобы понять, когда сходятся степенные ряды, где ему, естественно, сходиться, значит, нужно доказать некий признак сходимости для произвольных числовых рядов с комплексными членами. Вот пускай сумма по n от нуля до бесконечности, а n – это ряд с комплексными членами. У меня вдруг выскочил из головы, значит, кому прилежит теорема, которую я сейчас собираюсь сформулировать. Значит, что? Даламбера? Нет, не Даламбера сейчас. Даламбера – это другая у нас была уже, значит, вот сейчас. Значит, вот теорема такая. Значит, первое, если верхний предел корня n-ой степени из модуля а, n… Каши. А, Каши, правильно, да, Каши. Каши. Признак Каши, совершенно верно. Даламбера – это другой признак, и мы пользуемся уже как-то. Значит, если он меньше единицы, то ряд абсолютно сходится. Второе, если это самый верхний предел, верхний… Больше единицы, то он расходится. Если предел верхний равен единице, сказать ничего нельзя, потому что, скажем, вот… Ну, например, если рассмотреть ряды обратной степени, вот такие вот, ну, скажем, вот единицы начинают, неважно. Вот. Там для любого s эта самая штука будет просто равна единице корень n-ой степени из n-ой степени s, когда n-ой степени бесконечности, тремится к единице всегда, поэтому… Ну, а из них мы знаем, что некоторые сходятся, некоторые расходятся, поэтому там… Ну, и вообще, значит, довольно грубый признак, который сравнивает ряды с геометрической прогрессией. Значит, я так понимаю, что большинство видело его доказательства. Значит, на теме менее, вот для порядка я его повторяю. Вот. Те, кто не видел, сейчас увидят, что признак очень грубый. Значит, ну, давайте начнем с пункта 2. Ну, в пункте 2 просто общий член не стремится к нулю, потому что что значит, что верхний предел больше единицы? Это значит, что для всякого… n существует k больше n, такое, что корень k, то есть степени из модуль Аn, в степени из модуль Аk, значит, больше единицы. Вот так вот, да? Вот так. Значит, сколь угодно далеко найдут члены, для которых эта штука больше единицы. Ну, а это эквивалентно тому, что просто модуль Аk больше единицы, и, значит, за любым номером найдется еще какой-нибудь, где общий член по модулю больше единицы, тогда ряд расходится, потому что просто общий член не стремится к нулю. Значит, здесь причина очень грубая. Вот. А, значит, это вот сначала пункт 2 я доказал. Пункт 2. А пункт 1 тоже причина грубая. 1. Значит, если верхний предел меньше единицы, значит, давайте возьмем... Значит, пускай этот самый верхний предел тогда будет меньше дельта и меньше единицы. Вот вставим между этим верхним пределом единицы какое-нибудь число дельта, строго между ними, чтобы он был меньше дельта. Но раз имеется какое-то положительное число, большее верхнего предела, стало быть, начиная с некоторого места, все члены последовательности меньше этого числа. Правильно. Значит, существует такое дельта, что вот так, тогда существует такой номер N большое, что для всякого N маленького большего N большого вот корень N степени из A в степени N окажется меньше дельта. Вот. А это эквивалентно тому, что модуль AN меньше, значит, дельта в степени N. И так будет, начиная с некоторого места. То есть, начиная с некоторого места, наш ряд мажорируется сходящейся геометрической прогрессией. Вот. И поэтому он тоже сходится по теориям мажорирования. Да? Ну, хорошо. Значит, вот такой грубый признак в одном случае сравнение с геометрической прогрессией, в другом случае просто общий член к нулю не стремится. То есть, вот по самым грубым причинам расходится или расходится, какие только можно придумать. Вот. А теперь давайте применим применим к степенному ряду сумма по N от нуля до бесконечности CN Z-Z0 в степени N. Значит, какой общий член будет по модулю? Модуль CN на модуль Z-Z0 в степени N и надо измельчить до корень N степени. Вот. И вычислить верхний предел этого дела в прямом стремящей бесконечности. Вот. Чему же это равно? Это равно модуль Z-Z0 значит, умножить на этот самый верхний предел. Вот на этот верхний предел. Вот. Ну и доказанная признак сходимости говорит о том, что судяя сходимость ряда может в зависимости от того, больше или меньше единицы эта штука. Вот. Давайте решим такое уравнение. вот. Значит, надо вот так вот. Значит, ряд ряд сходится, если модуль Z-Z0 на этот самый верхний предел меньше единицы и расходится, если он больше единицы. Вот. вот. Ну, значит, понятно дело, что тут возникает некое критическое число, а именно вот такое. Вот. r пускай равно единице поделить на верхний предел корень n-ой степени из модуля Cn. Это число называется радиусом сходимости вот давайте отряд как-нибудь обозначим, звездочек скажем. радиус сходимости ряда звездочка. Просто мы видим, что, значит, если модуль Z-Z0 меньше r, то ряд звездочка сходится, а если модуль Z-Z0 больше r, то он расходится. И, значит, область сходимости нашего ряда есть открытый круг радиуса r в точности с центром точкой Z0. Почему Z0 называется центром этого ряда? Потому что действительно он сходится в круге с центром точкой Z0. Что-что? Нет, на границе может происходить все, что угодно. Значит, на границе он, вот, когда Z-Z0 в точности равно r по модулю, там может быть все, что угодно. Потому что, скажем, возьмите вот такой вот ряд, возьмите такой ряд сумма вот по n больше равного нуля Z степени n значит, у него радиус сходимости 1, правильно? Вот, ну и действительно в круге при Z меньшем единице по модулю это убывающая геометрическая прогрессия, он мажорируется, значит, убывающая геометрическая прогрессия, там он сходится. Вот, при Z больше единицы по модулю значит, он расходится, а при Z равном единице по модулю там просто общий член к нему не стремится, поэтому на круге он тоже расходится всюду, да? Вот, а если возьмите такой вот ряд, например, ну, скажем, от единицы 1n Z степени n, да? То при, вот, понятно, что у него радиус сходимости тоже 1, то есть в круге в открытом он сходится, вне круга он расходится. На окружности, скажем, в точке минус 1 это ряд, который сходится к логарифму 2, да? Мы знаем с вами. 1 минус 1 вторая плюс 1 третья и так далее. А в точке единицы он расходится, это гармонический ряд. Вот. На самом деле, здесь он сойдется на окружности во всех точках, кроме единицы, и вы, наверное, это знаете даже, потому что вот преобразование Абель вы проходили или нет? Да, да, да. Вот если приметь преобразование Абеля, то видно будет, что он сходится во всех точках, кроме единицы, значит. Ну, там можно что угодно, в принципе, на границе он может вести себя как угодно, там. Это особая статья совершенно. Вот победение на границе, значит, ну, уж как повезет. вот теперь тут еще что можно сказать? Вот, то ли следствие, то ли, я не знаю, дополнение. Значит, вот если число ро строго меньше r, то в таком круге вот таком вот модуль z минус z 0 меньше либо равно ρ в таком замкнутом круге, значит, ряд звездочка сходится равномерно. он сходится равномерно. Вот. Но в общем, из доказательства видно, понимаете, если залезть вот в это доказательство вычисления радиосходимости в признак каши, то видно, что он сходит равномерно, значит, но может они залезать, можно посмотреть на это дело как-то больше, ну, как так, более что ли, наглядно, вот, почему так случается, значит, это видно просто вот по каким причинам. Давайте докажем отдельно, вот, не исходя из того, что было только что проделано, а отдельно, хотя это некое излишество. Значит, вот доказательство, доказательство, берем какую-нибудь точку W, такую, что модуль W минус Z0, что это меньше R, но все еще больше, чем R. Вот так вот. Такую точку W возьмем, поскольку это расстояние меньше радиососходимости, значит, в этой точке ряд сходится. Значит, ряд сумма по n больше и равен 0 cn на W минус Z0 в степени n сходится. Вот, раз он сходится, значит, его общий член ограничен. Значит, существует такая константа а, что для всякого n модуль cn значит, на W минус Z0 в степени n не превосходит а, раз он сходится, ограниченный в общий член. А теперь давайте вот как посмотрим. А теперь давайте возьмем Z такое, что модуль Z минус Z0 меньше либо равно ρ. Да, тогда, вот если посмотреть на Cn на Z минус Z0 в степени n по модулю, давайте так напишем, это равно Z минус Z0 в степени n по модулю на W минус Z0 в степени n тоже по модулю, и остается модуль Cn на модуль W минус Z0 в степени n. Вот, значит, я взял общий член того ряда, который меня интересует, вот с таким вот Z0 в круге радиуса ρ поменьше, чем радиус сходимости, и вот его так переписал, значит, он, разумеется, так переписывается. Теперь вот здесь выделилась штука, которая не больше а, значит, все это не больше, чем А на Z минус Z0 поделить на W минус W минус Z0 так, в степени n. Ну и все, собственно говоря, потому что в числителе здесь стоит ρ, правильно, в числителе стоит ρ, а в знаменателе стоит такое число, которое в числителе стоит не больше, чем ρ, а в знаменателе число, которое больше ρ, значит, все это не превосходит ρ поделить на модуль W минус Z0 в степени n. Вот здесь стоит число меньше единицы, вот тут написано, написано, да, ну и значит просто тогда наш ряд мажорируется сходящейся геометрической прогрессии, причем одно и то же для всех Z из нашего круга, где модуль Z минус Z0 меньше ровно, значит, у всех этих рядов с таким вот Z имеется общая числовая мажоранта от Z независящая, раз так, то стало быть они сходятся равномерно, помните, у нас был такой признак, вот верш трассы, что ли, да, значит, они сходятся равномерно, значит, в круге сходимости наш ряд сходится, на окружности непонятно, а если я чуть-чуть уменьшу эту сходимость, как бы сильно я его не уменьшил, как бы чуть-чуть я его не уменьшил, ну, значит, ряд, там становится уже сходящейся равномерно, вот, теперь отсюда сразу получается, что, значит, сумма сходящегося, значит, если радиус сходимости не равен нулю, вот такое следствие, если радиус сходимости степенного ряда не равен нулю, то внутри круга сходимости он представляет голоморфную функцию, функцию, значит, и при этом его производная, значит, ну, вот какую-то f, давайте так напишем, при этом его производная вычисляется по такой естественной формуле, надо просто дифференцировать ряд подчленно, n от единицы теперь, ну от единицы, чтобы здесь не возникала отрицательная степь, она не должна возникнуть, потому что член с n равен нулю, он постоянно, он при дифференцировании уйдет, а остальные члены вот так вот при дифференцироваются, значит, вот, ну или можно от нуля суммировать, считая, что ноль умножить на что угодно равен нулю, значит, там если что угодно даже не существует, то все равно равен нулю, как-то вот так, вот, то есть, просто производная вычисляется подчленным дифференцированием, теперь, почему это так, опять же, доказывать совершенно ничего не надо, мы все знаем, вот, давайте посмотрим продифференцированный ряд, вот пускай 2 звездочка, и вычислим радиус сходимости этого самого ряда, так, ну что это такое будет, значит, вот, так уж, чтобы это привести к тому, что у нас было, надо бы все-таки от нуля нумеровать, хотя формально все равно, значит, ну вот, значит, он такой, на самом деле, сумма по k от нуля до бесконечности, значит, k плюс 1, c k плюс 1 на z минус z 0 в степени k, вот такой он будет, да, если я просто сдвинул нумерацию, то получается вот такая штука, вот, и его радиус сходимости это единица подзалить на верхний предел, значит, корня k той степени из k плюс 1 на модуль c k плюс 1 ну вот, как такой верхний предел считать, там будет корень к этой степени из k плюс 1, это куда стремиться? к единице, да, значит, это на верхний предел не влияет особенно, да, вот, ну а тут бы еще хорошо, ну вот как-то так, значит, как это будет, значит, вот давайте предел верхний корень как там вот такой вот получается верхний предел, значит, это стремится к единице, это стремится к единице, значит, ну просто, просто он равен, равен верхнему пределу при n стремящей бесконечности корень n степени из модуль cn, и если опять я сдвину нумерацию, то получится так, потому что это не влияет, значит, вот тут он какой-то будет, это не влияет, потому что это к единице стремится, вот, это тоже стремится к единице, так что будет так, значит, тем самым что, тем самым ряд сходимости, Радиус сходимости у него такой же, как у исходного ряда. Значит, вот следствие такое, что радиус сходимости продифференцированного ряда совпадает с радиусом сходимости исходного ряда. То есть в том же круге он сходится, значит. И, соответственно, в любом круге поменьше он сходится равномерно. Вот куда же он сходится? Давайте посмотрим на его частичные суммы. Пускай z это какая-нибудь точка такая, что модуль z минус z 0 строго меньше r радиуса сходимости. И пускай ρ давайте вставим между этим числом и r. Значит, существует такое ρ, что модуль z минус z 0 меньше либо равно... Ну, меньше... Да. Меньше ρ меньше r. Вот так вот. Да, так вот. Давайте, ну, не жалко. Давайте вот так вот. Вот так, значит, частичные суммы... Такие вот суммы по n от единицы до l n c n z минус z 0 в степени n минус 1 сходятся к какой-то функции у от z в круге модуль z минус... Сейчас, ну, давайте W здесь писать. W в круге W минус z 0 меньше ρ. Меньше либо равно равно равномерно. Значит, они сходятся там равномерно. Значит, эти частичные суммы, значит, давайте их как-нибудь обозначим, скажем, φ n от z. Значит, φ n от z, как мы с вами уже вычислили, это есть ψ n от z штрих, где ψ n от z это просто частичная сумма... ψ l, простите, пожалуйста, не на l. L. Значит, где ψ l это частичная сумма исходного ряда. ψ l от z, значит, это сумма по n от 0 до l cn. Сейчас, от W лучше писать, наверное, опять же, извините, я что-то сегодня немножко путаюсь в том, что пишу. Лучше писать от W. Cn от W минус W 0 в степени n. Вот, значит, что же тогда? Вот наши эти частичные суммы в этом круге равномерно сходятся к некоторой функции, а их производные равномерно сходятся к некоторой другой функции. Ну, вроде комплексной теоремы такой мы не доказывали, но ведь вещественно доказывали, ведь эти самые производные разбираются на матрице якобы, там будут частичные частные производные от координатных функций. Да, и все это будет сходиться равномерно, куда положено. Поэтому вот по теореме, которую я сформулировал в начале этого часа, значит, отсюда будет следовать, что, ну, в общем, предельная функция дифференцируема вот у этих самых частичных сумм исходного ряда, ее производные совпадают с той функцией, которая сходится в продифференцированный ряд, так что, значит, все в порядке. Таким образом, вот степенные ряды гламотные функции во всех точках, где они сходятся, во всех точках кругосходимости, скажем так, открытого кругосходимости, на границе может не быть. Вот. Ну и теперь, вот есть такая теорема, которая тоже плиткаши, и, может быть, это одно из величайших достижений математики XIX века, и мы к ней придем когда-нибудь. Понимаете, не то, чтобы она была вам сейчас недоступна, значит, я мог бы ее доказать сейчас, ну, там лекции за 2-3, и не то, чтобы это было что-то очень сложное, она нетривиальная, но, значит, нетривиальная, чтобы придумать, а вот чтобы рассказать, она не такая сложная. Вот. Просто у нас программа другая, значит, в программе это все лежит гораздо позже. Вот. А так, на самом деле, вот, рассказав какие-то вещи вокруг, я мог бы и прямо сейчас вас на этом научить, но, тем не менее, потерпите до тех пор, пока будет. А теорема такая, значит, предисловие следующее, что вот если вы примените вещественную интуицию, значит, то как вот в случае дифференцированных функций бывает? Вот у нас бывают на отрезке, скажем, функции, которые не дифференцируемы нигде. Бывают функции, которые дифференцируемы где-то там, один раз, да? Бывают функции, там, два раза дифференцируемые на отрезке, а бывают больше, там, три, четыре и так далее. А потом бывают бесконечно дифференцируемые, которые еще необязательно аналитичные. Скажу, вот, помните функцию, функцию е в степени имеется единица х квадрата, там в нуле у нее ряд Тейлора нулевой, а сама она не нулевая. Так что вот такие бывают. Значит, бывает c бесконечности, потом аналитический класс еще. Вот, и можно было подумать, что здесь то же самое. Вот бывают функции дифференцируемые один раз, а потом два раза, значит, три раза и так далее. Значит, вот, оказывается, что ничего подобного. Если функция один раз дифференцируемая, то она уже самая лучшая, какая только может быть. А именно, вот есть такая теорема Каши. Пусть g открытое множество в комплексной плоскости, и f это некоторая функция, заданная на этом самом открытом множестве. Следующие условия эквивалентны. Значит, первое, f голоморфно во всех точках множества g. То есть просто всю дифференцируем один раз. Даже про непрерывность производства ничего не предполагается. Просто существует, существует. вот, а второе, второе следующее. Для всякой точки z0 из g существует такое число r больше нуля. Оно, конечно, зависит от точки z0. что f от z равняется сумме некоторого степенного ряда. вот, ну и на самом деле, вот можно даже доказать, мы докажем в следующем году, когда будем заниматься, что это число r больше либо равно расстояние от z0 до границы дополнения множества g. Ну, просто дополнение до c минус g. Вот так вот. Ну, или до границы же то же самое. до дополнения. Вот у вас есть какое-то множество g. мы взяли точку, провели вот такой вот круг, который касается границы где-то, вот, и который целиком лежит в области g. И вот в нем наша функция обязательно разложит степенный ряд. То есть, если она хоть один раз дифференцирована всюду, тогда она обязательно в степенный ряд раскладывается в окрестке любой точки. Вот. И вот в этом смысле других голоморфных функций кроме степенных рядов не существует. Локально. Локально других не существует. Там глобально во все области g, конечно, может себя довольно сложно вести, потому что эти ряды, ну, вот каждый локально только ее представляет от перехода, при переходе от точки к точке они меняются. Значит, а тут вот так. Вот. Но это будет потом, когда-нибудь. Что мы сейчас доказали? Мы доказали, что из 2 следует 1. Значит, степенной ряд может дифференцировать в комплексном смысле, вот, по члену. Он остается сходящимся и будет сходиться именно к производной. Вот. Хорошо. Теперь, кстати говоря, вот, коли мы такое знаем, то можно коэффициенты вычислять через производные. Ну, вот, скажем так, понятно, что у степенного ряда теоремы Каши мы только сведения приняли, а пока давайте действовать в тех рамках, в которых мы находимся. Значит, ну, вот один раз может продифференцировать степенной ряд, у него круг сходимости не изменится, тогда можно еще раз продифференцировать, тоже круг сходимости не изменится, ну и так далее. Значит, вообще все производные существуют и сдаются продифференцированными рядами в том же самом круге. вот. Ну и можно коэффициенты вычислять. Вот пускай f от z представляется в круге сходимости, в нейтририальном круге сходимости, у которого радиус больше нуля, а таким вот рядом. с n на z минус z0 в степени n. Тогда f от z0, разумеется, равно c0, правильно? Подставили просто z равное z0, все члены исчезли, кроме нулевого, и все. Теперь продифференцировали. Вот. Здесь член с нулевой степенью возникает при n равном единице, да? Значит, подставили z равняется z0, и получили, что c1 равняется f' от z0. Ну, теперь, когда мы дважды продифференцируем, что получится? Значит, вот. Пока у нас получилось вот что. Давайте так напишем не через сумму, а c1 плюс 2c2 на z минус z0 плюс 3c3 на z минус z0 в квадрате, плюс и так далее. Давайте еще раз продифференцируем. Вот это вот уйдет. Получит, что вторая производная равна чему же? 2c2 плюс 6c3 на z минус z0, плюс и так далее. Значит, и опять же, подставляя z0 равное z, получаем, что вторая производная от z0 это 2c2. Ну, и продолжая в том же духе, получим такую формулу, что вообще-то cn равняется n производная от функции f' в точке z0 поделить на n! Значит, коэффициенты степенного ряда это обычные коэффициенты Тейлора. По тем же самым формулам, по которым коэффициенты Тейлора вычисляются, они вычисляются и здесь. Значит, если вы знаете сумму, то коэффициенты вы можете найти по таким формулам. Но я хочу заметить, что у степенных рядов вполне может случиться радиус сходимости равной бесконечности, что он вполне может статись во всей плоскости. Пример вы знаете? Какой пример? Экспонента, да. У степенного ряда для экспонента, значит, там что же? Мы с вами его для вещественных z выписывали, да. Но вот есть такой же ряд написать для мнимых, для комплексных. Понимаете, даже тут ничего не надо. Значит, можно радиус сходимости вычислить, вот. А можно воспользоваться тем, вот такой вот, значит, z степени n поделить на n факториал. Понятно, что корень n степени из n факториал стремится к бесконечности, поэтому, значит, радиус сходимости получается равным нулю. А можно сказать так, что на вещественной оси мы знаем, что он сходится всюду, да. А раз он сходится в какой-то точке на вещественной оси, то он в несколько меньшем круге должен равномерно сойти, значит, по тому, что мы делали. Так что вот понятно, что тогда радиус сходимости из таких соображений тоже будет равен нулю. То есть бесконечности, значит, извините, бесконечности. Вот. Так что вот бывает, что он на всей комплексной плоскости сходится, а бывает, что не сходится нигде, кроме одной точки ноли. Такой мы тоже видели в прошлом году, только вам Юрий Сергеевич его показывал. Вот. Ну хорошо. Значит, вот такие элементарные сведения про голоморфные функции. Тут есть такой вот термин. Функции, которые в окрестности любой точки в своей области определения. Раскладывают степенный ряд. Называются аналитическими. Теорему кратко можно так сформулировать, которую я не доказал, что голоморфность и аналитическое одно и то же. Так. И еще одну вещь я забыл произнести. И вот когда мы доказывали что-то про сходимость степенного ряда, значит, я там про равномерную сходимость сказал, и в процессе доказательства было видно еще что-то, что там, где он сходится, вот в круге сходимости, он сходится абсолютно. Так, вот это вот я не вписал формировку, надо заметить это, что он сходится там абсолютно, потому что он мажорируется в убывающей геометрической прогрессии по модулю. Значит, тем самым он сходится абсолютно. Значит, в любом круге радиуса меньшего, чем радиус сходимости, он сходится абсолютно равномерно. Вот, теперь вот если учитывать, что голоморфность и аналитичность это одно и то же, можно объяснить этот самый термин голоморфность, но голоморфность это целая формность, вот что-то такое, что если вы знаете кусочек, вы знаете все. Так вот, аналитические функции обладают этим самым замечательным свойством, что если вы знаете от нее хоть маленький кусочек, вы знаете все. Вот есть такая теорема единственности, которую удобно нам сейчас доказать, ну как сейчас, сейчас я уже ничего не успею только сформулировать. Вот. для аналитических функций. Пусть f это аналитическая функция в области g из c. Вот. И пускай, пусть e это некое подмножество g, которое имеет предельную точку внутри g. предлежащую g. Значит, не на границе, на границе, пожалуйста, может иметь ничего такого эффекта, сейчас я скажу не будет, а вот смотри. Значит, множество, которое сгущает с какой-то точки внутри g. Значит, если f обращается в 0 на e, то f равно 0 тождественно. Значит, если f аналитическая функция e, она обращается в 0 на множестве, имеющая внутри области g предельную точку, тогда она тождественно на 0. Значит, то, что g область здесь существенна. Это вот я не оговорился, я все говорил открытое множество, а здесь область. Область еще открытое, связанное множество. Связанное здесь существенно, потому что, если не связанное, то вполне может быть, что это самое множество лежит в одной компоненте, и тогда там функция обратится в 0, а в другой компоненте она может быть какое угодно. Другими словами, если две аналитические функции совпадают на таком множестве, которое имеет предельную точку, то они совпадают всюду. То есть, уж подавно, если у вас есть какая-то там область, и вы знаете вашу аналитическую функцию маленьким кружочком, то, конечно, вы знаете ее всюду. Даже если вы знаете ее в насходящейся последовательности, вы знаете ее всюду. Нет другого способа продолжить ее как-то вот, она только одна такая. Вот. То есть, по очень небольшому набору значений она вся целиком останавливается. Вот. И, в общем, за последнюю минуту я могу сказать только, что в философском смысле здесь лежала некая такая проблема, потому что вот первые великие математики, у них не было этих определений, но в каком-то смысле интуитивно они считали более-менее все функции аналитическими. Но когда вы пишете формулу там какую-то, там синус, я не знаю, или тем более степенный ряд, у вас получается аналитическая функция. Вот. И поэтому для них было очень странно, например, что функции можно определить двумя выражениями на разных интервалах. Вот это вот как-то для них было не очень понятно. Значит, тогда вот определения функции не было. Было что-то такое, вот, ну какое-то такое правило, но под правилом имелось в виду какая-то формула. А формула обычно задает аналитическую функцию, поэтому психологически им казалось, что если вы кусочек знаете, то можно спрашивать, а чему она равна в каких-то местах, где вы ее и не знаете. Вот. Про аналитические функции та действительно можно спрашивать. Значит, она определяется вот очень маленьким набором данных. Вот. Про общие функции нет. Ну, вот. Все на сегодня. Спасибо.